Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Входит ли биткоин в следующий медвежий рынок? Честно говоря, в последнее время я смотрю видеоролики на ютубе не часто, но вот это название сразу бросилось в глаза. Без понятия, о чем там будет идти речь, но я переведу это видео для вас и пойму сам. Надеюсь, что там будет позитив. Ссылка на оригинал, как обычно, в описании. Но как обстоит ситуация на рынке? Выходят ли биткоин и другие криптовалюты на очередной медвежий рынок? Возможно, нам нужно посмотреть на большую картину и понять, что ситуация вовсе не такая плохая. И сегодняшний выпуск я хочу посвятить именно этому. И стартуем мы с дневного графика, прежде чем перейдем к другим таймфреймам. Вероятно, вы уже поняли, что цена биткоина снова сломала 200-дневную скользящую в сторону падения. Некоторые аналитики говорят, что пока цена биткоина торгуется ниже этой скользящей, мы официально на медвежьем рынке. Если мы выше скользящей, мы находимся на бычьем рынке. Как я уже говорил, мне нужно больше метрик, чтобы на самом деле определить, медвежий или бычий рынок. Если мы посмотрим на более крупные таймфреймы, что мы и сделаем позже, вам будет четко видно, что нет, биткоин не вышел на медвежий рынок. Как я это понимаю? Довольно просто. На самом деле мы делаем не что иное, как фрактальный анализ, и для этого мы просто возвращаемся немного назад в прошлое. Что же произошло, когда цена растущего биткоина пыталась пробиться ниже 200-дневной скользящей? Здесь мы имеем отскок от 200-дневной скользящей. И, конечно, вы могли бы поспорить, что это не слишком важно, что в основном это просто внезапный сбой, но мы можем вернуться еще раньше. И вы сразу поймете, что эта область здесь явно торговалась в течение более длительного периода под 200-дневной, и это никакой не сбой. Тем не менее, это не изменило того факта, что на самом деле был конец медвежьего рынка, а потом начинался бычий. Возвращаясь назад во времени, вы не можете просто сказать, что 200-дневная скользящая решает, является ли рынок медвежьим или бычьим в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Определенно, она уже ничего не решает. Конечно же, 200-дневная скользящая имеет большое значение, я имею в виду, посмотрите на все эти моменты касаний здесь. Мы ясно видим, что да, конечно, 200-дневная служит сопротивлением и поддержкой, и при этом достаточно часто. Но из прошлого анализа мы знаем, что падение ниже 200-дневной или даже проторговка ниже 200-дневной не делает график медвежьим, и вовсе не определяет то, что мы находимся на медвежьем рынке прямо сейчас. Поэтому нет, биткоин не вышел на новый медвежий рынок, основываясь на этом анализе. Если мы проанализируем динамику цен с 14 тысяч, которые были недавно, и дальше вниз, я все же смогу привести этот аргумент в пользу бычьего флага. Некоторые люди говорят, что это слишком длинный период времени, чтобы быть идеальным бычьим флагом. Но вы понимаете, все дело в самом определении этого понятия. Мы знаем, что если мы перейдем на более маленькие таймфреймы, например, на 5 минутки, то цена все еще находится в консолидации, после этого 42% пампа. Так что же мы здесь видим? Это идеальный пример консолидации, которая все-таки снова склоняется к более медвежьей тенденции. Но этот паттерн здесь всегда немного менялся между симметричными падающими треугольниками. Но здесь интересно вот что. Мы строили более низкие максимумы, вот здесь. Также мы строили почти одинаковые минимумы, вот здесь. У нас есть три точки соприкосновения. И вы можете ясно видеть, что цена отскочила от этих уровней примерно на цене 8900 долларов, что почти идеально. Возможно, в этом есть связь с гэпами фьючерсов, но я лично в этом сомневаюсь. Здесь же мы можем видеть, что пока мы не нарушили эту фазу консолидации. Если мы перейдем к этому 5-минутному графику здесь, то фактически мы отскочили от этого уровня. В принципе, это выглядит так, будто мы снова готовы к росту. По крайней мере, на 5-минутном графике. Что касается объемов, я должен сказать, что все эти движения вниз не были действительно слишком решительными. Я говорю только о приблизительно 300 миллионов долларов США на 10 реальных биржах с реальными объемами торговли за последние 24 часа. Что ж, это определенно не так уж и много. Также очень интересно то, что альткоины не были действительно плохими или что-то в этом роде, на этом фоне. Я имею в виду, что XRP немного начал падать. Возможно, это случилось из-за слишком большой шумихи вокруг SWELL. Но даже этот отрицательный 1% абсолютно ничего не значит. Я имею в виду, что мы все знаем волатильность рынка криптовалют. И все монеты на самом деле держатся довольно стабильно во время этого мини-дампа биткоина. И, как я говорил, сейчас цена уже начала восстанавливаться с уровня в примерно 8900. Поэтому биткоин не вышел на медвежий рынок. Хотя цена и падала ниже 200-дневной скользящей. Также до тех пор, пока мы не пробьемся ниже 8900 долларов, у нас нет никакой причины даже начинать говорить про медведей. Конечно, некоторых людей, у которых были слишком большие кредитные плечи, возможно, просто ликвидировало. Ну, надо было быть осторожнее. Так что да, ребята, в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах я все еще складняюсь к бычьей стороне. Также у меня есть склонность к ультробычьим перспективам, и вы, ребята, это знаете. Вот и все на сегодня. Это видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось, и вы получили из него какую-либо полезную информацию. Ребята, как я могу это прокомментировать? На самом деле я ожидал чего-то другого, исходя из этого названия. Но Саня порадовал. Я поддерживаю такой оптимизм по отношению к биткоину. Надеюсь, и вы тоже смотрите на будущее с большим позитивом. И если вы поставите лайк, то будущее отплатит вам тем же. В смысле, не лайк поставит, а тоже принесет вам позитив. Что-то я сегодня такой весь на позитиве. Не знаю, что случилось. Видимо, на поправку пошел. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. А, кстати, я же сейчас делаю большое такое видео потихоньку. Раньше я мог его за один день сделать, а сейчас приходится вот кучу времени тратить. Минут 20 оно будет, это будет, можно сказать, фильм. Так что ждите. Мне прям нравится его делать, поэтому скоро увидите. Ну и, пожалуй, на этом все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»